Приветствую всех, меня зовут Виктор Вольный, это мой одиннадцатый видеоблог. Сегодня я хотел бы рассказать о том, что недавно происходило, когда я вышел на улицу, но было раннее утро, и я пошел не по обычному маршруту, а выбрал немного другой путь. То есть, все обычно начинается с того, что я выхожу из подъезда, и в это время они обычно не дают мне спокойно выйти, и постоянно стреляют по ногам. И выходит так, что когда я выхожу из подъезда, то я как бы еле-еле вылажу оттуда. И первым делом мне нужно как можно быстрее покинуть подъезд и отойти как можно дальше от зоны обстрела. То есть, они стреляют по ногам электромагнитными импульсами, так что очень тяжело идти, и приходится придерживаться запор очень. Я обычно так себя не снимал, поэтому мне как-то не очень комфортно смотреть на себя и говорить, поэтому я буду смотреть в сторону, в общем, и рассказывать вам. И вот, получается, когда я вышел наконец-то из подъезда, там, убрался подальше, ну, пошел, как обычно, в метро. А в метро, ну, метро — это отдельный разговор, то есть у них обычно вся аппаратура как раз-таки там где-то припрятана. И при подходе к метро они часто также выставляют свои машины, чтобы также обстрелять до метро. То есть, хорошо, что я хожу с тростью и могу себе позволить там идти медленно и ковылять, но обычно они стараются делать так, чтобы человек там хромал либо упал, ну, в общем, чтобы он далеко не зашел там в своих прогулках. И вот, получается, когда я подхожу к метро, там сразу же выставлено много машин, и они имитируют какие-то там поломки там или еще что-то. То есть машины ставят на аварийках, и при подходе к метро их задача — обстрелять тебя тоже со всех сторон, как химией, так и электромагнитными импульсами, чтобы ты там ковылял и при входе в метро и в самом метро повел себя как-то неадекватно. То есть они часто там, я помню, любили, когда, ну, в плохом состоянии, например, приходишь там, охранники метро там тебя тормозят. То есть часто было такое, что какие-то менты там собираются возле входа, например, в метро, и тоже тебя останавливают там, хотят что-то спросить, узнать, там еще что-то. В общем, помимо этого много всяких, когда у тебя состояние там взвинченное, либо ты там под их веществами, да, то можешь как-то неадекватить. И они постоянно также посылают всяких алкашей, например, чтобы еще больше сделать тебе раздрай там нервной системы. Так вот, когда, ну, заходишь в метро, подходишь в метро, они также начинают со всех сторон, ну, жестко тебя обстреливать. То есть им намного легче это даже, чем на улице, потому что там стационарно установлено вот это вот их оборудование, ну, то есть электромагнитные излучатели, которым они также, ну, не дают тебе расслабиться в метро. Помимо этого часто включают какие-то писки в вагоне, то есть какой-то шум, ну, когда ясно, в какой ты вагон зайдешь. Поэтому я, как бы, также стараюсь, ну, передвигаться в метро, не стоять на одном месте, потому что когда станешь на одном месте в метро, например, они начинают там капитально по ногам стрелять, либо по другим органам там, ну, довольно часто прикладываются к голове тоже. То есть после этого перестаешь соображать. То есть выходит нечто такое, что сотрясение, вот, что им и надо. Ну, в общем, они таким образом, можно сказать, также и раздекаются. То есть им интересно сделать из человека дурочка. Например, умного человека они сделают тупым там, и нормального, честного человека им интересно сделать там, не знаю, выставить как наркомана там и какого-то там еще, вот. Поэтому они не скупятся там на всякие отравляющие, там, наркотические вещества, вот. Особенно, когда ты выходишь на улицу, то есть там начинается прямо их шоу. И они общаются со многими жертвами по спецсвязи, и также им сообщают о том, что, в общем, все, жертва выходит из дома, шоу началось. Вот. И после этого там тебя преследуют и все остальное. Так вот, получается, в самом метро стараюсь почаще двигаться там, да. И, ну, только когда поезд уже отъедет, можно как бы отдохнуть и расслабиться. Само метро я, если честно, особо не замечал, чтобы там сильно много какой-то химии распыляли. То есть они стараются в людных местах особо этого не делать. А вот когда попадаешь в какое-то безлюдное место, то тогда они уже на полную как бы работают. И вот в тот день я, получается, с самого утра, то есть раннее утро, поехал в один магазин. И в этом магазине с самого утра было слишком мало людей. Так вот, я заметил, что даже как бы в большом магазине, в супермаркете все равно они работают. У них установлены мало того, что всякие излучатели. Также там стационарно стоит какая-то система, которая подает вот этот газ, но невидима для всех. То есть, насколько я понимаю, насколько я понял, эта система, она как-то связана, установлена с вентиляцией. То есть, вполне возможно, что работники и прочие не знают, что спецслужбы установили у них подобную систему отравления мирных граждан. Но так же, как многие люди, жертвы и нет, и говорят о том, что их часто травят через вентиляцию. Также, насколько я сам понял, подобные системы подачи вот этого газа установлены также и в магазинах. То есть, совершенно из ниоткуда вырывается поток вот этого ледяного ветра, вот этого газа. И он как будто преследует тебя повсюду, куда бы ты ни пошел. Я старался, как бы, посмотреть, изучить, откуда он идет, и ничего в голову больше не приходит, кроме как вентиляция. То есть, ну, довольно много там в потолке, там, и по бокам, там, сбоку, там, ну, отовсюду. Есть места вентиляции именно, откуда можно подавать вот этот газ, вот этот вот воздух, вот эта трава. И они, собственно, так и делают. То есть, в этот раз не было никаких людей, там, с рюкзачками, там, и прочим. Однако, была подача вот этой струи холодного воздуха, вот этих отравляющих веществ, вот этого газа. А после этого газа, как я уже говорил ранее, то есть, после него начинается слабость, и, то есть, состояние прибитое, ну, сродни чем-то с опьянением, там, ну, и с прочими интоксикациями. Хотел бы сказать, что, как, думаю, многие из вас, если вам интересно это видео, если вы его смотрите, уже читали про то, что существовали ранее различные опыты, такие, как МК Ультра, там, проект Монарх, и в которых ФБР само признавалось, что они там распыляли наркотические вещества среди людей в людных местах, даже на дискотеках и прочее. Ну, а МК Ультра, Монарх, это о том, как раз, как человеку меняются знания, подвергая его электрическим разрядам, то есть, электромагнитным импульсам, и также не обходится и без наркотических всяких веществ. Я думаю, это довольно серьезная тема, и многие люди знают там про ковид и про то, что происходило там, и многие люди писали в то время, что как будто, ну, все это происходит искусственно, и все это распыляют там, вот. Могу сказать вам, что вполне вероятно так и есть. И, мало того, эта система, она установлена, насколько я сам понял, во многих людных местах, во многих людных магазинах стоят некие стационарные установки, которые вот так вот ослабляют, отупляют людей, и предназначены там для совсем разных целей, то есть, например, как сделать дурачком жертву незаконных опытов, да, так вполне возможно и как-то повлиять на вас, когда вы пошли в магазин там, и, то есть, они могут издеваться так совершенно над любыми людьми и преследовать различные цели. Возможно, вы и ранее чувствовали, как вам в магазинах становится плохо, там, либо там чувствовали слабость после похода куда-то на улицу, там, может, в людных местах вы замечали за собой, там, совсем другое поведение, да, например, вышли вы в одном состоянии, вернулись совсем в другом. Могу сказать на этот счет, что здесь не обошлось без спецхимии, то есть, сами знаете кто, я не хочу говорить о том, кто это использует и кто этим занимается, чтобы YouTube, как бы, мое видео не заблокировал, но это на руку им, потому что задействована слишком большая сеть всяких корпораций, там, большая фарма и прочее, то есть, мы, жертвы незаконных опытов, конечно, подвергаемся более усиленной обработке, то есть, мы знаем эту систему, там, вдоль и поперек, то есть, за нами лично производится там охота, да, но также эта система отрабатывается на нас для того, чтобы перейти, как бы, на широкую аудиторию, вот, и как в случае с ковидом и прочим, они, ну, планировали это, они тестируют, можно сказать, вот так вот, на некоторых людях, ну, мало того, что уже это не некоторые, а жертв незаконных опытов, ну, психотеррора, как называют, уже более миллиона по всему миру, и сейчас, в наше время, многие люди уже, смотря мое видео и слушая подобные истории, уже больше этому всему будут внимать, потому как мир изменился, и они сами видят, что происходит, то, что тот, кто должен вас защищать, вас совсем не защищает и работает против вас. Так бы еще хотел добавить, что существует специальная армия для этих целей, они похожи по своей сути чем-то на штазе, то есть стальную полицию, привлекаются к этому как штазки, так и спецслужбы, то есть их довольно много, они получают различные поручения, и для того, чтобы они как бы не сидели без дела, они тренируются на обычных людях, обычных гражданах, то есть страна должна знать своих героев лицо, и вся эта система должна быть раскрыта, и я также призываю людей, которые знают об этом, но молчат, к тому, чтобы они хоть как-то делились с другими людьми сведениями. Пусть они будут хоть как-то зашифрованы, но все равно, я думаю, нужно делиться информацией, и я вообще не представляю, почему до сих пор журналисты молчат об этом, то есть, ну, почему никто не берется освещать эту тему. Тема незаконных опытов над людьми как никогда сейчас наиболее острая, потому как, скорее всего, будет новый итог вакцинации, также потом чипирование, там Маск планирует от свиней переходить уже к людям, ну, а тем более, сами подумайте, то есть, ну, разрешение на незаконные опыты не дается ввиду гуманного отношения к человеку, но, как бы, здесь крутятся большие деньги, и почему бы им не захотеть обмануть эту систему и проводить свои нелегальные опыты, эксперименты сейчас вот на людях. То есть, я также призываю обычных людей задуматься над этой проблемой, потому как жертв незаконных опытов сейчас слишком много в интернете, и все эти люди адекватно себя ведут, они не похожи на каких-то психбольных там или еще что-то, они здраво, мудро рассуждают, делятся своими историями, то есть не оставайтесь безучастными к этому явлению, потому как незаконные опыты также проводят и над вами. Это, например, питание, здравоохранение, образование и еще многие-многие сферы. То есть, сейчас все подходит, можно сказать, к такому своеобразному апогею, когда человек должен подняться и выступить против этой коррумпированной системы. Еще хотел бы сказать, что мне особо не дают записывать эти видео и постоянно стреляют по голове, даже сейчас, в это время, когда я записываю видео, то есть, со всех сторон обстрел, ну, они мешают мне здраво мыслить и соображать, но я все равно как-то стараюсь, вот. Поэтому сильно не обессудьте, если я, например, там, буду немного тупить, либо у меня с голосом что-то не то будет, вот. Ну, голос — это отдельная тема, как бы, то есть, они вообще не хотят, чтобы я там что-то говорил, либо куда-то выходил, там, погулять, вот. То есть, они хотят такого, ну, домашнего раба, там, домашнего козла. Я хотел бы еще рассказать вам про чипы, которыми, собственно, они издеваются, и с помощью которых не дают мне нормально говорить. И вот сейчас вы тоже можете услышать, то есть, дефекты некоторые в моей речи. Ну, и могу сказать, что раньше такого не было. И раньше я говорила нормально, свободно, но они сейчас более активно стали издеваться. Они своими чипами в лицевом суставе, в челюсти как-то зажимают мне нервы, зажимают мне все, так что мне становится сложно выговаривать свои слова. Но эта тема уже для отдельного видео, и потом я с ней обязательно с вами поделюсь. Спасибо, что смотрели. До свидания.